Председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик посетил с рабочим визитом Жабенковский район. Глава области подробно ознакомился с работой сладкого предприятия города-спутника Жабенковского сахарного завода и оценил готовность предприятия к производственному сезону и промышленный потенциал района. Подробности визита в репортаже Романа Аншица. Жабенковский район – это несколько крупных промышленных предприятий, в том числе и известных за пределами области и страны. Торфабрикетное производство комбикормовый завод и, конечно, сладкий бренд Жабенковский сахарный. Готовность завода к переработке на контроле руководства региона. В этом году погодные условия благоприятствовали, росту сахарной свеклы, она развивалась ударными темпами. Условно говоря, на 1 августа свекла 2024 года от свеклы 2023 года отличалась по весу корнеплода на 100 грамм. То есть это достаточно колоссальный результат. Мы ожидаем хороших урожаев. И сроки пуска завода у нас сместились. Если в прошлом году мы запускались 15 сентября, то в этом году планируем 5-6 сентября. Мы хотим ударный урожай переработать до нового года. Сахарный завод показывает устойчивые темпы развития и является одним из основных локомотивов промышленного потенциала Жабенковского района. Глава области ознакомился с работой завода, осмотрел выставку техники, использующейся для уборки сахарной свеклы и ее сортировки, промышленную площадку завода и образцы селекционных корнеплодов. Тех самых из которых и получается белый и сладкий жабенковский сахар. Посмотреть готовность завода к выполнению тех поставленных задач. Специалисты довольно убежденно говорят о том, что готовность на все 100%, что прошла прокачка всего необходимого технологического оборудования. Есть заверения, что после проверки уже под давлением можно будет начинать перерабатывать свеклу. Ну и очень важно, когда мы обсуждали вопросы, то есть результаты в работе, ну была услышана приятная цифра, что будет больше, чем в прошлом году. Жабенковский сахарный завод – грядообразующее предприятие с объемом переработки сахарной свеклы более 10 тысяч тонн в сутки. Современные подходы к стандартам качества гарантируют развитие производства, а значит и поступление налогов. За минувший год это более 6 миллионов рублей, или 16% от общих поступлений в бюджет района. В перспективе, согласно поручению президента, Брестская область станет не только передовым сельскохозяйственным регионом страны, но и промышленным маяком республики. Планы развития у руководства области серьезные. Роман Альшин, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».